Каждый год при двери новогодних праздников в Славянском районе проводится конкурс на лучшее праздничное украшение объектов потребительской сферы. 2020-й не стал исключением. Славянские предприниматели постарались максимально красиво украсить свои предприятия к Новому году. У кого это получалось лучше всего, смотрите в следующем материале выпуска. Новый год – добрый и красивый праздник. И, конечно, во многом праздничную атмосферу жителям создают по-новогоднему украшенные улицы, социальные учреждения и предприятия потребительской сферы. В сверкающие и переливающиеся разноцветными огоньками здания хочется зайти, купить подарки, порадоваться наступающему празднику. В этом году в конкурсе на лучшее праздничное украшение приняли участие более 40 предприятий потребительской сферы. Руководители лучших из них были приглашены на торжественный прием главы района Романа Синеговского. Сегодня малый и средний бизнес и крупный бизнес. У нас, наверное, основные помощники администрации в решении тех или иных вопросов. Спасибо, что развиваетесь, спасибо, что украшаете, выполняете наши просьбы. Мы должны работать на пятерку, здесь сидят, я считаю, присутствуют отличники. За это вам большое спасибо. Буду надеяться, что именно так и будет, что у нас будет нормальное взаимодействие. Мы будем друг другу помогать, поддерживать, а в целом выиграют все, выиграют наш город, выиграют район, выиграют наши жители. Победителей конкурса определяла конкурсная комиссия, которая оценивала образное, цветовое и световое решение, оформление фасадов торговых объектов, прилегающей территории, а также оригинальность оформления. В итоге 40 объектов, в числе победителей оказались 11. Среди тех, кому глава района вручил благодарственное письмо и подарок, была руководитель торгового центра «Град» Галина Казак. Я считаю, что торговый центр должен быть всегда очень красивый, нарядный, потому что, чтобы людям было очень приятно туда зайти. Я со всей ответственностью к этому отношусь и помогают всегда ко мне наши сотрудники, которые тоже любят наряжать, украшать. И каждый год мы хотим придумать что-то новое для нашего торгового центра. Поэтому добро пожаловать. Мы всегда старались и будем стараться, чтобы у нас было очень красиво и всем было приятно к нам прийти. Также благодарственными письмами и подарками были отмечены магазины «Викинг», «Универмаг номер 2», «Татьянка» в поселке Совхозном, «Смешанные товары» и «Мой бэби» в станице Петровской, «Магнит» по улице Красной, «Парикмахерская Мирель», «Ресторан Грильяш», «Кондитерская Поваренок Кэт» и «Магазин Дом Тортов». Кстати, Дом Тортов в прошлом году только открылся и сразу же принял участие в конкурсе и победил. Это мой первый Новый год, который в предприятиях общественного питания. И в этом году решила сделать что-то масштабное, большое, чтобы не повторяться и быть немного креативным. Это моё детище, я очень люблю свой магазин, и поэтому решила сделать, чтобы было приятно заходить в магазин, чтобы была свободная фотозона для детей, которые приходят к нам малыши кушать наши сладости. Большая гордость, что всё-таки наши труды, они были оправданы, что нас заметили, услышали. И я буду участвовать во всех конкурсах, скорее всего. Очень понравилось. В конце встречи глава района ещё раз поблагодарил победителей конкурса за участие и неравнодушие. Только так в плодотворном сотрудничестве бизнеса и власти можно добиться позитивных перемен в районе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».